На заседании Комитета по бюджету и экономической политике Городской Думы принято решение представить новый проект городского бюджета на рассмотрение депутатам. Доходы города составят 6 с небольшим миллиардов рублей. Расходов будет на полумиллиарда больше. Вопросы вызвал один из пунктов расходов по программе предоставления земель многодетным семьям. За 2,5 миллиона рублей предполагалось приобрести у частного лица земельные участки в районе села Буньково Ивановского района. Такая трата средств депутатов возмутила. Естественно, если бы мы получили это как отдельный вопрос, решение отдельной Думы, мы бы видели, во-первых, кто покупает, кто продает, объемы этого участка, количество земельных участков, которые получат многодетные семьи. Эта информация полностью отсутствует. Вопрос был нанесен в рамках внесения изменений в бюджет по текущему году, и он абсолютно не открывает и не отражает суть решения этого вопроса. У Иванова своих земельных участков нет. Как правило, они в рамках программы предоставляются на безвозмездной основе муниципалитетами региона. Такая расточительность, по мнению Комитета по управлению имуществом, связана с тем, что в очереди на получение земель примерно полторы тысячи семей, а участков в 10 раз меньше. Однако даже это, уверена Ольга Белолапова, не повод тратить бюджетные средства. Мы впервые сталкиваемся с тем, что бюджет должен закладывать деньги, не маленькие, на то, чтобы эти земельные участки выкупать. И вы уже знаете, что в бюджете предусмотрены деньги на межевание участков. И это не миллионы, не два миллиона рублей, а уже это десятки миллионов рублей, которые бюджет тратит на межевание. Если мы допустим практику еще и выкупа земель, то нам нужно понять, какой объем бюджетных средств должен быть затрачен на эти цели. Вопрос решено было отправить на доработку и не выносить пока на пленарное заседание. В остальном же с проектом будущего бюджета депутаты согласились. И в ближайшее время он будет рассмотрен в первом чтении. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.